Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего хотел бы вас поздравить с наступившим Новым годом, пожелать вам всего самого доброго, успехов. Мы все нуждаемся в ваших успехах, вы сами нуждаетесь в них, и страна все нуждается. Хотел бы отметить, что в самом названии вашего объединения заложен большой смысл. Действительно, мы всегда об этом говорим. Малый и средний бизнес представляет из себя, должен представлять из себя действительно опору развития экономики нашей страны. Два последних года были достаточно сложными для экономики. Объективные трудности затронули практически все ее секторы. Но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, в том числе и малый. Вот сейчас мы по ходу движения сюда в зал говорили с коллегами, с вашими. Даже открываются и некоторые дополнительные возможности, имея в виду курсовую разницу и некоторые возможности на рынках. В первую очередь здесь в сферах услуг, торговли есть определенные положительные динамики. Так, число зарегистрированных коммерческих организаций в сфере малого бизнеса в течение 2015 года выросло на 2,9%, а индивидуальных предпринимателей на 3,7%. Скромный рост есть и по выручке. Например, у производственных предприятий малого бизнеса за январь-сентябрь 2015 года плюс 8% к аналогичному показателю 2014 года. В сфере оптовой торговли за указанный период плюс 4,5%. Конечно, нужно приложить все силы, чтобы в сфере малого предпринимательства стабильность сохранилась, чтобы временные ограничения экономические и бюджетные не стали преградой для притока в эту сферу как можно большего числа образовательных, образованных, современно мыслящих и инициативных людей. Мы, безусловно, продолжим формировать механизмы, которые позволят продолжить движение вперед, такие в частности, как корпорация развития малого и среднего предпринимательства. На ее базе сконцентрированы все инструменты поддержки бизнеса, финансирования, юридическая помощь, информационная, маркетинговая. И она должна стать для всех, кто занимается малым и средним бизнесом, своеобразным штабом решения возникающих вопросов и проблем. Новые возможности для поддержки бизнеса есть и у регионов Российской Федерации. Принято законы, дающие им право вводить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и двугодичная нулевая налоговая ставка – это большое подспорье для тех, кто открывает свое дело в сфере услуг, производственной, социальной и научной областях. Также у регионов есть право снижать с 6 до 1 процента ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения. Такой возможностью воспользовались уже 39 регионов России. Налоговые каникулы введены в 81 субъекте Федерации. При этом известно, что развитие малого и среднего бизнеса приоритетом считают далеко не во всех регионах России, к сожалению. На прошлой неделе на встрече с предпринимателями и в рамках Агентства стратегических инициатив мы обсуждали тему создания в субъектах Федерации проектных офисов по распространению так называемых лучших практик ведения бизнеса. Такие практики определены на основе национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Подобный перспективный подход позволит наладить, во всяком случае я тоже на это надеюсь, наладить взаимодействие власти и предпринимателей. И реализация ваших предложений, ваших идей может стать первым экзаменом для оценки работы этих офисов. Опора России, представляющая интересы предпринимателей и имеющая разветвлённую сеть представительств по всей стране, должна, конечно, более активно проявлять себя прежде всего в регионах, действовать на территориях более настойчиво и результативно. Мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы вот эти ваши усилия поддержать. Потому что именно предприниматели, именно вы должны стать генераторами идей, которые бы соотносились с текущими условиями и помогали предпринимателям в решении их проблем. Вместе с регионами и с региональными командами необходимо определять направления, где бизнес наиболее востребован, создавать социальные программы обучения, добиваться конкретных результатов. Только тогда можно достичь здесь качественного прорыва. И ваш форум работает уже второй день. Уверен, что вы сможете выдвинуть целый ряд полезных консолидированных предложений. Обещаю вам, что со своей стороны сделали всё для того, чтобы и региональные власти, и правительственные структуры положительно на это отреагировали и воспользовались вашими предложениями. Именно воспользовались, потому что на экономическом направлении успех нам всем очень нужен. От него зависит всё остальное в жизни нашей страны. И решение социальных проблем, и внутриполитических, ну и наше позиционирование на международной благодарения. Хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, мы рады приветствовать вас сегодня на пленарном заседании форума «Опора России. Малый бизнес. Национальная идея». А я-то как рад, я тоже рад. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно, у малого бизнеса сегодня много ожиданий, много задумок. Вчера прошли 12 тематических круглых столов. Мы обсуждали разные темы. Это и стратегия развития малого бизнеса, и доступ к финансам, контроль и надзор, молодежное, женское предпринимательство, налоговые режимы и многое другое. Сегодня утром состоялся финал национальной премии «Бизнес-успех», где были отобраны лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства, лучшие бизнес-проекты из всех восьми федеральных округов нашей большой страны. Форум посетили более полутора тысяч участников, более чем из 70 регионов Российской Федерации. И главным итогом форума должно стать формирование повестки экономического роста в сфере малого и среднего бизнеса. Еще на стадии подготовки мероприятия нам задавали вопрос, почему у вас в названии форму вопросительный знак. Неужели вы не верите в том, что малый и средний бизнес является драйвером российской экономики? У нас опоры России в этом сомнений нет. Но мы считаем, что если мы действительно считаем малый и средний бизнес драйвером российской экономики, то нужно прилагать постоянные усилия, потому что ситуация на рынках меняется очень быстро. Малый и сам средний бизнес очень быстро изменяются в новых экономических условиях, с ростом научно-технического прогресса. Поэтому только прилагая совместные и постоянные усилия бизнеса и власти, мы сможем действительно сказать, что малый и средний бизнес оправдал чаяния россиян, поднялись в этом секторе зарплаты, увеличились обороты и увеличился российский средний класс. Но с другой стороны, почему мы поставили знак вопрос, у малого и среднего бизнеса достаточно много проблем еще. С одной стороны, принимаются правильные решения, например, создание государственной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Регионам, как вы уже сказали, предоставлено право вводить налоговые каникулы, снижать налоговые ставки, введен мораторий на плановые проверки малого бизнеса. И мы благодарим, Владимир Владимирович, вас и правительство Российской Федерации за эти решения. Но с другой стороны, клубок многолетних проблем в таких сферах, как контроль, надзор, декриминизация предпринимательской деятельности, доступ к финансовым ресурсам, инженерная инфраструктура, он никак не может разматываться. Занятость в малом бизнесе стабилизировалась и не растет уже несколько лет. В 2015 году инвестиции малого бизнеса сократились вместе со всей экономикой. Однако, несмотря на то, что малый и средний бизнес работают в основном в торговле, в общепите, в сфере услуг, в сфере, которая подверглась наибольшему сжатию, действительно, доля субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году увеличилась. Это говорит о том, что малый и средний бизнес, ввиду его гибкости, находит новые успешные бизнес-модели, адекватные сегодняшнему состоянию рынка. В своей деятельности опора России руководствуется простой целью. Необходимо увеличить вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны. Но эту простую цель не всегда так же просто достигнуть. Поэтому нужно искать новые пути, и это будет нашей ключевой задачей на ближайшую перспективу. Что, с нашей точки зрения, нужно сделать, и в первую очередь это главное, это создавать новых рынков сбыта. В сфере поставок на внутренний рынок, в сфере высоких технологий, в сфере экспорта, в сфере внутреннего туризма, в сфере социального предпринимательства. И создавая совместными усилиями с государством новые рынки сбыта, мы очень быстро увидим экономический рост в сфере малого и среднего предпринимательства. Как яркий этому пример созданная по вашему указу Государственная корпорация малого и среднего предпринимательства. Впервые в новейшей истории нашей страны создается ежегодный рынок закупок для малого и среднего бизнеса объемом 3 триллиона рублей в год. И главное, что все это контролируется, чтобы этот рынок достался именно малому и среднему бизнесу. Федеральная налоговая служба к августу месяцу создаст реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и тогда именно малый и средний бизнес получат доступ к этим огромным ресурсам. Уже сегодня в проекте плана у корпорации МСП 139 миллиардов рублей заказов. В три раза расширилась номенклатура закупок у малого и среднего бизнеса. И в этом направлении идет большая работа коллектива госкорпорации, возглавляемым Александром Броверманом, со всеми, кстати, бизнес-объединениями. Мы активно участвуем в деятельности Совета директоров Государственной корпорации. В марте этого года на площадке форума Общероссийского народного фронта за честные закупки мы даже планируем провести уже некоторые первые итоги работы на этом огромном и интересном рынке. Буквально накануне мы подписали соглашение с Российской железной дорогой о взаимодействии. И как раз речь шла о том, чтобы малый и средний бизнес получил без бюрократии, без проволочек доступ к закупкам такой огромной структуры, как российские железные дороги. Но предложение должно успевать за спросом. То есть создав такой огромный спрос на услуги малого и среднего бизнеса, естественно, госкомпании рассчитывают, что и малый бизнес будет соответствовать этим вызовам. За короткий период малый бизнес должен обновить основные средства, повысить производительность труда с использованием как существующих инструментов, как фонд развития промышленности, так и новых инструментов, которые еще предстоит создать. И вот здесь мы говорим о первой проблеме, такой системной для малого и среднего бизнеса, это доступ к финансовым ресурсам. Сейчас кредиты для малого и среднего бизнеса достаточно дорогие, где-то в среднем 17% годовых. Получить кредит очень сложно. К сожалению, скоринговые модели банков, которые раньше работали в экономике роста, они часто просто отсекают малый и средний бизнес по той причине, что согласно модели, если у тебя не растут обороты, значит ты являешься не тем заемщиком, которому можно давать деньги. Поэтому и банкам нужно пересмотреть свои бизнес-модели. И, кроме того, мы ведем очень системную работу с Центральным банком Российской Федерации по тому, где найти резервы, когда денег дешевых нет и с деньгами вообще сложно, где найти те резервы, чтобы банкам было выгоднее кредитовать малый и средний бизнес. Мы говорим о нормах резервирования, о затратах банков по проведению транзакций. И совсем недавно руководитель Центрального банка Эльвира Сахибзадна анонсировала инициативу, которая вступила уже с 1 января в силу, что нормы резервирования по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, уменьшены со 100% на 75%. Одна эта мера даст без всяких вливаний внешних банкам возможность использовать свой высвободившийся капитал в дополнительное кредитование малого и среднего бизнеса. А дальше мы договорились шаг за шагом двигаться дальше. И главная наша цель, чтобы и сдержки банков по кредитованию малого и крупного бизнеса, они были сопоставимы. Тогда экономические стимулы заставят банки кредитовать малый и средний бизнес. Ну а пока, к сожалению, по итогам 2015 года при росте кредитования в кредитном портфеле всей экономики в 5%, доля портфелей кредитов малого и среднего бизнеса снизилась и существенно. И прежде всего у крупнейших банков, в том числе с контрольным пакетом государства. В связи с этим, Владимир Владимирович, у нас есть предложение поручить правительству проработать вопрос о утверждении в банках с государственным участием, когда утверждаются коэффициенты для примирования руководящего состава банка, чтобы там был коэффициент, который зависит от снижения или от роста доли выданных кредитов малому и среднему предпринимательству в общем портфеле банка. Вторая ключевая проблема, Владимир Владимирович, это контрольная и надзорная деятельность. Мы хотим, чтобы была изменена концепция контроля и надзора. И главный принцип должен быть контролер как консультант, а проверка как подарок. О чем идет речь? Сегодня по правонарушениям незначительным есть два варианта органов контроля и надзора. Значит, выписать штраф, либо сделать предупреждение. Так вот, поскольку все опасаются, что его потом обвинят в каких-то там коррупции какой-то, все выписывают штрафы. А штрафы выросли за последние годы в разы. Если раньше средний штраф был 40 тысяч, сейчас 100 тысяч и выше. Ввели их кратность. Поэтому, может быть, вспомните хорошие традиции советского времени, когда ведь контроль тоже был, и он был достаточно жесткий, но контролер приходил как консультант. Он выписывал предписание, давал время на устранение, два месяца. И если только это не было выполнено, тогда принимались уже меры другого порядка, в частности штраф. И тогда вот этот вал, который сегодня есть по контролю и надзору, он бы сам пошел на убыль. Потому что предприниматель бы не опасался прихода инспектора. А наоборот, поскольку в тысячах нормативно-правых актов разобраться невозможно, он бы даже благодарил, что его пришли и поправили. Дали предписание, как свет должен падать, какой шум должен быть в помещении, какие там медицинские осмотры должны быть пройдены. И вот такая концепция, она бы совершенно перевернула ситуацию с головы на ногу. Поставила бы. На ноги, да. А если говорить о том, чтобы поставить эту ситуацию на вторую ногу, то мы считаем, что мы благодарим вас за то, что были приняты системные решения, и на три года отменены плановые проверки. Но сейчас достаточно в арифметической прогрессии, зато растут вне плановой проверки. И что интересно, интернет-общество, в котором мы живем, вот здесь оно и сыграло, может быть, не очень хорошую шутку, потому что сегодня разрешены жалобы в режиме онлайн. Нам приводили примеры, когда поступает жалоба, и подпись там Гельмут Коль, вот из жизни ситуация. И тем не менее, если эта жалоба зарегистрирована, и там говорится об угрозе какой-то жизни и здоровья, то проверяющий орган должен прийти. Мы считаем, что должны быть внесены изменения в закон о работе с жалобами граждан, и контрольные и надзорные органы, а у них такие полномочия есть, обязаны проводить идентификацию личности, которая обращается в соответствующие жалобы. Естественно, это должно быть конфиденциально, но мы тогда исключим вот таких вот псевдоколий, которые, в принципе, занимаются тем, что сводят счеты иногда, занимаются недобросовестной конкуренцией. И наш основной принцип консультирования вместо штрафа, оно действительно тогда войдет в повседневный обиход. И контрольные органы, и бизнес, они будут уважать и ценить друг друга, потому что и те, и другие выполняют очень значимую эссенциальную функцию. Наконец, третья тема – это налоговое стимулирование. Мы также озабочены уходом предпринимателей в тень, поскольку если предприниматель работает в тени, он еще и недобросовестно является конкурентом тем, кто работает в белую. Но тогда и налоговые режимы, они должны стимулировать работать в белом секторе экономики. К примеру, с учетом сложившейся инфляции, с учетом поручений Государственного совета и антикризисного плана Российской Федерации, мы предлагаем увеличить пороги применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас она порядка 70 с чем-то миллионов, а поскольку в июле этого года критерий микробизнеса был установлен 120 миллионов, то мы просим привести два нормативно-правовых акта Российской Федерации, налоговый кодекс и закон о поддержке малого и среднего бизнеса к одному знаменателю. Если это микробизнес – 120 миллионов, давайте тогда и в налоговом кодексе будет по упрощенной системе налогообложения также 120 миллионов. Кстати, Федеральная налоговая служба нас поддерживает в этом начинании, потому что инициатива по созданию, к примеру, интернет-касс, она автоматически приведет к тому, что бизнес будет обеляться, показывать больше оборотов. Ну, дайте ему тогда и возможность показывать больше оборотов. А по обороту вы имеете? Да, по обороту. Чтобы работать на специальном налоговом режиме, оборот должен быть меньше определенной суммы. Сегодня это где-то 70 миллионов, хотя по критериям микробизнес сейчас это 120 миллионов. Поэтому мы просим, дайте возможность работать на специальных налоговых режимах с оборотом 120 миллионов рублей. С оборотом или с выручкой? Ну, с выручкой, да. С выручкой. Это важно, потому что… Ну, я дослушиваю. Кроме того, не так давно был введен для субъектов малого и среднего бизнеса налог на имущество от кадастровой стоимости. Раньше малый бизнес этого не платил. Поэтому мы предлагаем для совсем маленьких офисов, все-таки, чтобы эти люди имели возможность вычета в 500 квадратных метров площади, чтобы вот именно с 500 квадратных метров этот налог не платился. Такая аналогия есть сегодня по налогу… Какой налог? Налог на имущество от кадастровой стоимости. Да, по-моему. Там речь идет о довольно серьезных налогах, которые причем не зависят от оборота. И, наконец, третье, если касаться налогов. У нас давно ведется дискуссия, уже два года. Есть соответствующее поручение Государственного совета о создании специально налогового режима для граждан-самозанятых. Идея была в том, чтобы достаточно большое количество населения нашей страны, а речь идет о миллионах людей, которые сейчас никак не оформлены, они не платят никаких налогов, они не платят отчисления в пенсионный фонд, чтобы дать им очень простой и удобный режим. Зарегистрировался как самозанятый, тут же тебе автоматически открыли в налоговой инспекции регистрацию. А когда твой патент, который ты купил на несколько месяцев, закончил свое существование, ты решил дальше не работать, он закрылся. Сама налоговая закрылась, никуда ходить не надо. Но у нас немножко забуксовал вопрос в правительстве по тому, какой должен быть платеж. Должно это быть одно окно или все-таки это должно быть два платежа. Если вы дадите поручение все-таки прийти к консенсусу по этому вопросу, я думаю, закон о самозанятых, он будет принят. Но мы ждем, Владимир Владимирович, вашей поддержки по согласованию позиций различных фаилов. Вы сегодня затронули очень важную тему создания региональных офисов по распространению и внедрению лучших управленческих решений. Опора России, как и все предпринимательские объединения, она, естественно, входит в комитет по национальному рейтингу инвестиционного климата. И мы видим действительно и по нашему опыту, и по опыту тех людей, которые сейчас находятся в зале из наших регионов, разительные отличия в инвест-климате. Буквально иногда бывают регионы, они находятся рядом, там 100 километров столицы друг от друга. А инвестиционный климат разительно разный. Поэтому мы готовы подключиться совместно с нашим партнером, агентством стратегических инициатив, к внедрению лучших региональных практик через наши отделения по всей стране. А возможно в регионах тоже региональным администрациям посмотреть вопрос привязки системы примирования или депримирования к тому, как развивается малый и средний бизнес на их территориях. В принципе, такой великий человек, как Клик Ван Ю, в свое время сделал это в Сингапуре, и это имело достаточно очень положительный эффект для экономического развития страны. Это далеко не полный перечень проблем, волнующих малый и средний бизнес и нуждающихся в решениях. Но говорят, что правильное решение – это то, которое делает тебя победителем. Мы очень хотим, чтобы малый бизнес в России всегда чувствовал себя победителем. над обстоятельствами, над своими недостатками и привычками. Чем больше в нашей стране успешных, верящих в собственные силы людей, тем эффективна российская экономика. Спасибо за внимание. Александр Сергеевич, много нам сформулировал домашних заданий. Я думаю, что, поскольку здесь еще выступающий намечен, чтобы не забыть все, не запутаться, я стараюсь сразу на что смогу ответить. Первое, по поводу сложности с кредитованием, с высокими ставками. Я не буду сейчас вдаваться здесь в детали, изображать из себя крупного экономиста или финансиста, но мы много раз на этот счет дискутировали. Основные трудности понятны, не может быть низких ставок при определенной ситуации на рынках, в экономике. Иначе мы просто с обратной стороны подберемся к этой экономике, а греем ее палкой так, что она уже не встанет. Нужно быть очень аккуратными, не разваливать макроэкономический фундамент, на котором в целом достаточно устойчиво, несмотря на все внешние риски и сложности, стоит наша экономика. И тем не менее, и правительство, и Банк России постоянно думают над тем, как в отдельных отраслях экономики создать наиболее благоприятные условия и для этого фундаментального вида деятельности, как кредитование. Вот одно только из этих направлений, их там много, инструменты вам тоже всем хорошо известны, это поддержка экспорта, поддержка предпринимателей, которые начинают свою работу и так далее, и так далее. Там целый инструментарий большой, и на это выделяются конкретные большие ресурсы. Большие ресурсы выделяются. Все это тоже должно иметь определенные ограничения, потому что просто так увеличивать эту денежную массу бесконечно и бесконтрольно очень опасно. Может, как я уже сказал, привести к таким эффектам, которые, на первый взгляд, и не видны, но они обязательно наступят, если мы будем действовать неаккуратно. Вот один из этих инструментов, вы уже упомянули, председатель Центрального банка здесь находится, это снижение объёмов резервирования. Да, действительно, ресурсы высвобождаются, но вот здесь мы давайте к ней обратимся тоже с просьбой, чтобы эти средства действительно направлялись в реальную экономику, в том числе и в малый и в средний бизнес. Но я понимаю, что здесь директивных указаний, наверное, будет недостаточно, да и неправильно это директивные указания давать конкретным участникам финансового рынка. Но, тем не менее, как-то выстроить эту систему, если уж у них высвобождаются средства, то они должны быть использованы. Кстати говоря, это не только наши проблемы, когда в определённых экономических ситуациях банки придерживают кредитование, и оно не растёт так, как бы хотелось. Связано с рисками. И здесь целый набор этих рисков, банки должны оценить. Это и в других странах. Вот возьмите кризис 2008-2009 года. В некоторых парламентах западноевропейских стран просто обсуждались отдельно вопросы, как повлиять на банки, чтобы они давали деньги в реальную экономику. В парламентах вопросы ставили. Всё то же самое. Ничего здесь нового нет. Но вот инструменты, конечно, должны быть найдены. Давайте попросим председателя Центрального банка, она мне потом доложит тоже о том, как идёт эта работа, как высвобождающиеся средства направляются в реальный сектор экономики, в том числе в малые и средние бизнесы. Кстати говоря, не вижу здесь ничего такого необычного. Если действительно, особенно это касается банков с госучастием, если будем смотреть на то, как они… Мы же оцениваем деятельность регионов и выставляем оценки регионалам и региональным командам, но банков с госучастием тоже можно вполне посмотреть, а сколько они и в какие секторы экономики направляют свои ресурсы. Там только Роснефть и Газпром выдают, или они работают с большим кругом клиентов, в том числе с малым и средним бизнесом. В зависимости от этого оценивать их работу, в том числе это касается и премиальных. Через представителей государства в советах директоров, конечно, нужно всё это сделать. Не вижу здесь ничего необычного, вполне возможно. Теперь, что касается контрольных и надзорных органов и их деятельности. Вот мы там с юмором некоторые вещи воспринимали, которые Александр Сергеевич говорил. Ну, в принципе, правильно. Я тоже с этим согласен. Конечно, у них там планы, наверное, какие-то существуют, сколько они там должны наколотить этих штрафов, но не в этом смысл. Смысл не фискальный в данном случае. Смысл-то в том, чтобы создать нормальные условия экономической деятельности и, конечно, огородить потребителей от злоупотребления неэффективно работающих, неправильно работающих предпринимательских структур. Это касается, конечно, прежде всего здоровья населения, предоставления различных услуг и так далее. Но я с Александром Сергеевичем полностью согласен. Вот нужно наладить именно такой стиль работы, даже не просто стиль, это должны быть такие нормы. И спасибо вам без всяких шуток, без всякой иронии говоря, спасибо за то, что вы напомнили вот эту практику. Обязательно поговорим с коллегами на эту тему. Так, теперь действительно предупреждение, а потом штраф. Это правильно. В огромном, в море просто, в законодательных актах и ещё в большем океане подзаконных актах трудно разобраться, даже сами проверяющие иногда. Поэтому ничего здесь такого запредельного нет в этом предложении. Теперь, что касается налога на имущество от кадастровой стоимости. Действительно, льготы предусмотрены законом. Льготы должны вводиться регионами Российской Федерации. И такие льготы вводятся. Вы упомянули про Москву. Мэр здесь находится. Они до 300 ввели, да? От 300 метров. Но в некоторых регионах от 100. В принципе, от 100 до 300. Есть, конечно… Во-первых, проблемы сохраняются с этим, я согласен. Во-вторых, есть проблемы, которые связаны с тем, что во многих регионах вообще никаких льгот не вводится. Можно подумать, конечно, о какой-то усреднённой норме. Это, наверное, не так просто будет придумать, но подумать на этот счёт можно. И можно в качестве рекомендации методической на первом этапе. Вот такие решения предложили. Ну, по патентам и по одному окну, это понятно. Я много раз на этот счёт говорил, повторялся. И вот здесь абсолютно согласен. Ну и по поводу участия опоры России в определении инвестклимата вместе с ОСИ. Ну, конечно, нужно коллег привлечь и делать, но кому как ни вам это оценивать. Да, и хочу вернуться вот к этим проверочным мероприятиям. Полностью поддерживаю Александра Сергеевича по поводу того, что все жалобы, в том числе в интернете, они, конечно, должны быть индивидуальными. Иначе мы там, знаете, это не только касается жалоб в области работы малого и среднего бизнеса, вообще в целом, конечно, в интернете легко прятаться, хамить, обзываться и при этом заявлять свою позицию какую-то крайнюю. И при этом ещё неизвестно, кто это делает. Но если у человека есть какая-то позиция, есть какие-то претензии, пусть он скажет, назовёт себя. Иначе это не претензия и не жалобы. Это анонимка. И здесь только один проверяющий хорошо работал. Валерий Павлович Берия с анонимкой. Да, теперь по поводу налогового стимулирования. Обороты или от выручки. Мы действительно увеличили сумму этого оборота с 60 до 120 миллионов рублей. Можно ли учитывать и при переходе на упрощёнку какой-то предел по выручке? Значит, этот вопрос, насколько я понимаю, рассматривался в правительстве, да? И потом решения принято не было. По нескольким соображениям. Потому что, во-первых, есть опасность дробления, и, может быть, в этом случае угадаться сократить только количество вот этих дроблений. Второе, что самое главное, могут понести ущерб региональный бюджет, потому что могут возникнуть выпадающие доходы. Тем не менее, эта тема не закрыта. Давайте мы подумаем и вместе с вами ещё раз посоветуемся с привлечением, конечно, руководителей регионов Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы в своём выступлении Федеральному собранию затронули очень важную тему по декриминализации предпринимательской деятельности и привели очень известные теперь всей стране цифры, что 200 тысяч было возбуждено уголовных дел. В 2014 году в отношении предпринимателей только 30% закончилось обвинительным вердиктом, при этом порядка 80% предпринимателей потеряли при этом бизнес. И я бы хотел по этой очень важной теме, которая беспокоит действительно предпринимателей всей страны, предоставить слово первому вице-президенту «Опор России» Владиславу Корочкину. Владимир Владимирович. Да, действительно, вчера на круглых столах в обсуждении с предпринимателями оказалось, что эта тема волнует очень многих. И более того, можно сказать, что вот та излишняя криминализация практически любых хозяйственных рисков, которые у нас сегодня есть в Уголовном кодексе, она стоит барьером для многих для начала своего дела. Они просто боятся случайно, непреднамеренно попасть под уголовное преследование. В связи с этим хочу обратить внимание на исполнение вашего поручения по декриминализации вот этих самых деяний в сфере предпринимательства. К сожалению, процесс перевода статей из кодекса уголовного в кодекс административный с принятием решения о том, что только в случае повторного деяния, это в области экономических преступлений определенного уровня, это уже нарушение определенного уровня, это считается преступлением, он сегодня идет ни шатка, ни валка, к сожалению. Он где-то зависает постоянно. И одним из вот таких направлений декриминализации, как было уже обозначено раньше, это увеличение порогов ущерба для отнесения деяний к совершенному в крупном и особо крупном размере. Увеличение этого порога сегодня, как предлагается в полтора раза, проблему не решает. Сегодня, когда увеличилось огромное количество возбужденных уголовных дел по первой части 159-й статьи, по общей части, получается, что уже 250 тысяч, ущерб 250 тысяч рублей, это уже до пяти или сколько, ну достаточно крупное уголовное преступление. При этом оно практически всегда, даже если это совершено случайно, совершается группой лиц. Это отягчающее обстоятельство. Это директор, главный бухгалтер и, скорее всего, еще водитель или секретарь директора. В связи с этим мы просили бы рассмотреть возможность все-таки увеличения этого порога кратно, ну или хотя бы раз в пять. Еще одна проблема, которая тоже достаточно больна для многих предпринимателей, это, я бы назвал, нарушение презумпции невиновности при комментариях представителей контрольных и правоохранительных органов в СМИ. Мы наблюдаем случай, когда просто такой комментарий вызывает разрушение бизнеса. Поэтому мы бы просили запретить подобные комментарии до решения судов и ввести какую-то ответственность для тех, кто такие комментарии все-таки делает. И такой очень еще важный момент, мне кажется, который наглядно продемонстрировал, что предпринимательство в стране у нас действительно является фундаментальной консервативной ценностью, это все-таки удаление из уголовного кодекса 171 статьи «Незаконное предпринимательство». Потому что гарантированное Конституцией право одновременно является уголовным преследованием как-то не совсем логично. И это бы явилось для многих тоже вот таким ярким и четким сигналом, что предпринимательство – это то, что сегодня в стране действительно необходимо. Спасибо. Давайте начнем с того, чем вы закончили. Конституция действительно разглашает право заниматься предпринимательской деятельностью, свободу, и там целый набор у нас свобод. А уголовный закон говорит о незаконном предпринимательстве. Он же закон не говорит о том, что все предпринимательство незаконно, а уголовному преследованию подлежит незаконное предпринимательство. Давайте с этим разберемся. Я сейчас вот на этот вопрос у меня пока нет ответа. Почему? Потому что если мы говорим о незаконном предпринимательстве, тогда о вас здесь что-то беспокоит. Да, ну, конечно, статьи, но нужно понять юридическую технику, а как это прописано. Ведь смысл этого закона, чтобы оградить всех здесь присутствующих в этом зале от недобросовестной конкуренции. Если этот закон действует в обратную сторону и мешает предпринимательской деятельности, давайте тогда вот посмотрим на это. Я готов, не готов, я считаю, что вы правы, нужно посмотреть внимательно, но в целом этот закон направлен на то, чтобы помочь тем законопослушным людям, работающим в сфере бизнеса, которые ничего не нарушают, потому что всякая подпольная деятельность, она наносит ущерб тем, кто работает в рамках закона. Так что вот с этой точки зрения нужно оценить будет, ладно? Вот это первое. Теперь по поводу увеличения порогов ущерба при отнесении их к тяжёлым и тяжким преступлениям. 250 тысяч, и надо посмотреть, что это за такая цифра. Но если это там какие-то в особо крупном размере, ну, конечно, это ерунда. Надо просто взглянуть, что в законе написано, что там по этим порогам увеличено, я не помню, вы сказали в пять раз – миллион 250 тысяч. Там просто общее для всех, получается, электричественского лица и для экономического субъекта, и они сейчас одни и те же. Да-да, конечно, нужно дифференцировать. И если речь идет о каком-то особо крупном размере, ну, конечно, нет, они 250 тысяч. Конечно, можно раз в пять увеличить. Надо только внимательно с этим разобраться, что к чему, какие суммы к чему относятся, и вполне эти пороги можно увеличить. Здесь я полностью с вами согласен. И прошу коллег подумать на эту тему. Спасибо, Владимир Владимирович, за комментарии. И мы верим в то, что малый-средний бизнес, если ему целенаправленно создавать… Ой, извините, пожалуйста, ещё по поводу вот этих комментариев до решения судов. Абсолютно правильно. Ну, это, в принципе, это уже незаконно. Любые комментарии до решения суда незаконно, потому что до решения суда человек считается невиновным. Презумпция невиновности. И надо на это просто… Это в законе и так это всё должно быть прописано. Прописано наверняка. Нужно посмотреть на практику. Я поговорю обязательно с коллегами. Нет санкций для тех, кто всё-таки нарушает. То санкции надо убрать, то надо увеличить. Вот и пойми вас. Посмотрим. По основу вопроса правильный абсолютно. Давайте посмотрим, как с этим борются. Владимир Владимирович, мы верим, что малый-средний бизнес может быстро перезагрузиться и продемонстрировать экономический рост, если целенаправленно заниматься такими ёмкими глобальными рынками сбыта. И вот один из таких рынков и сегодня уникальная ситуация – это, конечно, российский экспорт. Это российский экспорт. И я вырос в маленьком городе, там 20 тысяч человек, но у нас было два предприятия. Одно продавало экономайзеры в 50 стран мира, а другое камни для часов в 80 стран мира. То есть была очень хорошая система, внешторг называлась в то время. И вот я бы хотел вот эту тему передать Андрею Каркунову. Он действительно создал конфеты, которые экспортируются во многие страны мира, чтобы он задал вопрос именно вот в этой сфере деятельности. Уважаемый Владимир Владимирович, имея опыт производства и продажи на экспорт продукции, я сегодня с уверенностью могу сказать, что достаточно большое количество малых и средних предприятий способно производить конкурентно-способную продукцию и отправлять её за рубеж. Но необходима помощь. Сегодня достаточно много делается для поддержки экспорта. Создан российский экспортный центр «Эксар», туда входит «Росэксимбанк». Я знаю, что в рамках деятельности ОСИ разрабатывается дорожная карта для поддержки экспорта. Но это всё больше сегодня сориентировано для поддержки крупных предприятий и средних. Небольшим предприятиям необходима сегодня помощь. Что мы в этой связи предлагаем? Всю инфраструктуру поддержки российского экспорта консолидировать под российские экспортные центры, в том числе включить туда региональные экспортные центры, которые были созданы ранее в рамках поддержки МСП. Это позволит, во-первых, повысить финансовую доступность для поддержки экспорта, потом информационную, получить информацию о проведении каких-то ярмарок, выставок, участвовать российским предприятиям малого бизнеса в организации совместных стендов под брендом «Сделанного России», поскольку это позволяет повысить привлекательность этих стендов, ну и снизить определенные издержки. Позволит снизить какие-то барьеры при преодолении которых выходишь на импортные рынки. Каждая страна свои правила. Для малого предприятия изучить их достаточно сложно. Здесь необходима, конечно, консультация и помощь. Я сам имею большой опыт участия в международных выставках, знаю, насколько это сложно, знаю, что если не знаешь правила игры, как проводить выставку, ты понесешь достаточно большие финансовые издержки, что может навсегда у малого предприятия отбить охоту участвовать в международных выставках. В связи с этим мы также предлагаем активизировать деятельность наших торговых представителей за рубежом, чтобы они оказывали помощь нашим предпринимателям в продвижении российских товаров в зарубежных рынках. Если сегодня говорим, что банки с государственным участием давайте оценивать по количеству выданных кредитов малому бизнесу, давайте наше торговое представительство зарубежное оценим по количеству визиток предпринимателей, которых они дали консультации, оказали помощь в продвижении российских товаров. Сегодня за последнее время достаточно много технологий было введено в России, в том числе и с субъектами малого бизнеса, которые позволяют делать, я ещё раз повторюсь, конкурентоспособную продукцию и выходить с ней на зарубежные рынки. Но для этого нужно помочь. Значит, Андрей Николаевич, у нас создан центр, вы сейчас упомянули же об этом, создан центр поддержки экспорта. Ну, конечно, нужно, чтобы он был единым и поддерживал и малый, и средний бизнес. Здесь проблем, по-моему, нет. Надо только организовать эту работу в соответствующем образом. – Просто подключить региональные структуры, которые работают с малым и средним бизнесом в регионы. – Да, да, так, чтобы они имели доступ к этому центру. – Да, да. – Давайте, ну, вот, коллега слышит, министр экономического развития здесь, значит, находится, поэтому правильное предложение, давайте мы проработаем. Теперь, а по поводу торговых представительств, у них и так есть это поручение, у них это поручение и есть. Они должны поддерживать весь российский бизнес, крупный, малый, средний. Вот как оценить эту работу по количеству визиток, мне кажется, оценить невозможно, они вам, знаете, сколько визиток, грузовиками будут возить. Поэтому нужны какие-то другие критерии, но они нужны, это правда, нужно подумать. То есть это тоже у нас торг предства находится тоже в ведении Министерства экономического развития сегодня, Алексей Валентинович слышит это. Продумайте, пожалуйста, потом ваше предложение сформулировать. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что вы нашли в своём графике время и посетили наш форум. Выгоняет меня. Нет, нет, если вы останетесь с нами, будем только рады, конечно. Спасибо вам большое. Я смотрю, здесь большое количество коллег моих из правительства, непонятно, кто в Давос поехал на лыжи кататься. С большим желанием что-то раньше ездили, а теперь есть. Видимо, денег не хватает на билеты. Экономит. Экономит. Это хорошо. Дома надо работать. Я хочу пожелать вам уже совершенно серьёзно успехов. Хочу пожелать вам воспользоваться теми, преодолеть те сложности, которые сегодня есть, и воспользоваться теми преимуществами, которые сегодня возникают. Всех хорошего вам в новом году наступившим. Спасибо.